Меган и принц Гарри еще не привозили своих детей в Великобританию с тех пор, как весной 2020 года они ушли из поста старших королевских особ. А поскольку Лилибет, Лили, Диана родилась в июне прошлого года в больнице Санта-Барбары, королеве еще предстоит лично познакомиться с малышкой. Один из комментаторов, эксперт по управлению брендами и репутацией Эрик Шифер, считает, что эта встреча в конце концов состоится. Господин Шифер также утверждает, что герцог и герцогиня Сосекские знают, что их дети могут сыграть ключевую роль в объединении Виндзорского дома. Эксперт из Калифорнии сказал экспресс.ко.uk, да, королева встретится с Лилибет и Арчи. Это произойдет, это произойдет. Гарри и Меган знают, что их дети — это их секретное оружие, которое в конечном итоге заставит все произойти, чтобы их семья снова была вместе. Господин Шифер упомянул о напряженных отношениях между герцогом Сосекским и некоторыми членами семьи. Сам принц Гарри говорил о своей связи с принцем Уильямом и принцем Чарльзом в предыдущие месяцы. Отвечая на вопрос о своих отношениях с принцем Уильямом, Гарри сказал, знаете, как я уже говорил раньше, я люблю Уильяма до безумия. Он мой брат, мы вместе прошли через ад. Я имею в виду, у нас есть общий опыт. Но мы, как вы знаете, идем разными путями. Отвечая на вопрос о принце Чарльзе, он сказал, там есть над чем поработать, понимаете? Я чувствую себя действительно подведенным, потому что он прошел через нечто подобное. Он знает, что такое боль, и это, и Арчи, его внук. Но в то же время, знаете, я, конечно, всегда буду любить его, но это очень больно. Герцог также добавил, что сделает все возможное, чтобы наладить отношения. В более поздних сообщениях утверждалось, что лед между отцом и сыном был растоплен, и в последние месяцы пара добродушно общалась по телефону. Источник также утверждает, что принц Уэльский пригласил герцога и герцогиню остановиться в одной из его резиденций, когда они вернутся в Великобританию. Хотя в последние месяцы широко распространялись сообщения о напряженных отношениях между Гарри, его отцом и братом, и королевой, и Сосексы в течение последних двух лет давали понять, что они находятся в хороших отношениях. И монарх во всех своих заявлениях по поводу решения Сосексов уйти в отставку подчеркивала, что они всегда останутся любимыми членами ее семьи. В заявлении, распространенном его представителями в январе, принц Гарри сказал, что хочет, чтобы его дети посетили его родину и познакомились с ней. Однако он заявил, что не может этого сделать, так как не чувствует себя в безопасности в Великобритании, поскольку его личная охрана не может обеспечить такой же уровень защиты в Британии. В результате он добивается судебного пересмотра решения Министерства внутренних дел не позволять ему оплачивать полицейскую охрану всякий раз, когда он возвращается в Великобританию. Шарлотте Брикс был 21 год, когда в январе 1996 года она начала работать в Букингемском дворце. Как она сама рассказывает изданию The Sun, со временем она получила работу, на которую никто не хотел идти горничной у только-только разведенного принца Эндрю. Она нарушила свое молчание после того, как герцог Йоркский был лишен своих военных титулов на фоне судебного иска Вирджинии Джуфри в США. Шарлотта, ныне 47-летняя мама двоих детей из Галифакса, Уэст-Йоркс, рассказала, первое время я работала уборщицей в офисах. Не могу сказать, что я успела хорошо узнать членов королевской семьи в то время. Но меня, например, приятно поразил момент, когда Эдвард, младший сын королевы, вежливо придержал для меня дверь, когда я убирала мусорные корзины. Да остальные, с кем приходилось столкнуться, были очень милые и вежливые. Потом во дворец переехал принц Эндрю, он устроился на этаже, где они, Чарльз, Анна, Эндрю жили, когда были детьми. Никто не хотел работать горничной у принца Эндрю, из-за его вспышек гнева и репутации истеричного человека. Меня это не отпугнуло, я подумала, что ж рискнем, я пойду на это. Вскоре я убедилась, что несмотря на то, что он был взрослым человеком с военным прошлым ветераном войны на Фолклендских островах, он отказывался хоть что-нибудь делать сам. Принц смеялся, когда его собака укусила меня. Как рассказывает Шарлотта, семейный любимец герцогов йоркских, Норфолк Терьер Бендикс, получивший свою кличку по названию любимых шоколадных конфет Сары Ферги Фергюсон, после развода достался принцу Эндрю и отличался на редкость плохим характером. Во дворце Бендикса все называли не иначе, как этот маленький мерзк. И пора. Нет. Однажды я пылесосила, он вбежал в комнату, видимо испугался шума и укусил меня за ногу. Колготки порваны, нога повоточит, меня отправили к личному врачу принца Эндрю, чтобы сделать перевязку и прививку от столбняка. Позже мне рассказали. Дворецкий сообщил принцу Эндрю об этом инциденте, а принц лишь расхохотался. Его это не беспокоило. Даже потом, когда я хромала, а моя нога была фиолетовой, он и не подумал извиниться за свою собаку. Это те мелочи, которые многое говорят о людях и их характере. Принц Эндрю не мог даже самостоятельно задернуть шторы. Шарлотта продолжает. На самом деле, когда вы работаете горничной, ваша задача быть незаметной и следить за порядком. Мы посменно работали с еще одной девушкой, появляясь в апартаментах принца с утра с 6,30 и 11,30, а потом вечером. Но принц Эндрю был настолько ленив, что днем, например, мог позвонить из своих апартаментов и говорил пришлите горничную, чтобы задернуть шторы. Он сидел рядом с ними, такими массивными драпри от пола до потолка, высотой с дом, но и не думал, что можно встать и закрыть их самостоятельно. Мне приходилось быстро переодеваться в форменное платье, взбегать на четыре лестничных пролета и задергивать эти шторы, а он сидел за своим столом прямо рядом с ними. Однажды вечером, когда я уже сделала все, что было нужно и вышла в коридор, он выскочил за мной с криком, неужели ты не можешь сделать все как надо. Оказалось, что задергивая шторы, я оставила между ними небольшую щелочку, они были такие тяжелые. Я подумала, да закрой ты уже сам свои шторы, но разумеется вслух ничего не сказала, вы не можете ответить. Вы должны проглотить это. Это было ужасно, принц Эндрю довел меня до слез. Мне был всего 21 год, и у меня было так мало жизненного опыта. Мы тратили час на то, чтобы усадить коллекцию игрушечных медведей принца Эндрю. Как известно, принц Эндрю собирал плюшевых медведей, и в его основной коллекции насчитывалось 72 экземпляра, особенно ему нравились игрушки в военно-морских мундирах. Днем их необходимо было усаживать на кровать герцога Йоркского в строго определенном порядке. На то, чтобы обучить новенькую горничную этой премудрости, уходил целый день, а в дальнейшем, когда она рассаживала плюшевых друзей принца Эндрю, в строго определенном порядке час времени в день. При этом, на всякий случай, у горничной была специальная схема, как нужно правильно разместить коллекцию медведей на кровати. Шарлотта Брикс вспоминает, «Как только я получила работу у принца Эндрю, мне рассказали о плюшевых игрушках, и мне вдалбливали как нужно согласно желаниям принца, рассаживать его медведей. У меня даже был день тренировок. Все должно было быть в порядке. Это было так. Своеобразно. Это было странно. В конце концов он был взрослым человеком, который воевал на Фолклендских островах. Но ему очень нравились плюшевые игрушки, и он очень четко понимал, как он хочет, чтобы они были рассажены. Самые большие размещались у изголовья кровати и так далее по мере убывания размера, вплоть до самых маленьких. Это была кропотливая работа, которую приходилось выполнять каждое утро. Затем их приходилось аккуратно убирать, когда кровать готовили ко сну. Часть медведей необходимо было усадить по всей спальне. У каждого было определенное место, часть сложить в неиспользуемый камин, опять же по размерам, чтобы было красиво. Два его любимых медведя сидели на двух стульях-тронах по обе стороны кровати. Еще несколько у подножия кровати на полу. Весь процесс занимал час каждый день, это была самая странная вещь, за которую мне когда-либо платили. А если что-то было сделано не так, принц Эндрю мог на тебя накричать. Но этим дело не ограничивалось. В руководстве по игрушкам было также показано, что герцог должен спать с пятью мягкими игрушками, включая двух бегемотов и черную пантеру. И их тоже нужно было усадить и уложить в строго определенных местах, точно так же как и три любимые подушки принца, и покрывала на его постели, зеленая поверх желтого и никак иначе. В завершение Шарлотта Брикс добавила, что конечно же в курсе того, что происходит сейчас с принцем Эндрю. Раньше я называла его сэром, но не ваше королевское высочество. Я и тогда не думала, что он этого заслуживает. А сейчас я очень сочувствую королеве. Шарлотта Брикс покинула работу во дворце в 1997 году. Алый ей к лицу, сразу стало ярче. Кейт Миддлтон появилась в праздничном ролике к рождественскому концерту Together at Christmas, который традиционно проходит в Вестминстерском аббатстве. В кадре герцогиня Кембриджская предстала в наряде главного цвета новогоднего сезона. «Я так рада, что проведу трансляцию здесь», сообщила Миддлтон. Королевская особа появилась в красном кардигане своего любимого бренда Мия-Мия с белым воротничком. В похожем наряде когда-то блистала принцесса Уэльская. Леди Ди неоднократно появлялась на публике в ярко-красном джемпере с овечками от британских дизайнеров Джоанны Осборн и Салли Мьюр. Этот свитер тогда полюбился многим. «Сияет, как рождественская елка, наша красавица, чудо как хороша, Кэтрин прекрасна в любом образе, Алла ей к лицу, сразу стало ярче. С нетерпением жду концерта, это точно будет самое яркое праздничное впечатление», написали пользователи.